Еженедельно спасатели везут гуманитарную помощь в прифронтовые городки и сёла Запорожской области. Обычно доставляют продукты, воду и корма для животных, за которыми присматривают местные жители. «Всё это привозят наши коллеги из Запорожья. Мы здесь раздаём, люди приходят, уже ждут нас. Все спрашивают, как дела». Постоянно ждут этих гостей жители прифронтового Орехова. «Мы им так благодарны за то, что они для нас делают. Всегда внимательные, приветливые». Под ежедневными обстрелами Орехов уже два года. По домам и гражданской инфраструктуре россияне бьют из артиллерии, засыпают город авиабомбами. Уцелевших зданий здесь уже давно нет. Каждая улица – это руины. «Здесь все линии лежат, всё разбито. У нас в доме снесло крышу, все окна снесло». Под обстрелами приходится ликвидировать и последствия российских ударов. «Сейчас нет такого тихо. Мы выехали, потушили. Сейчас всегда обстрелы. И работаем под обстрелами». Несмотря на такую напряжённую обстановку, покидать город люди не хотят. У каждого свои причины. Говорят, когда канонада утихает, занимаются обыденными делами. Обустраивают быт, присматривают за животными, которых приютили. «Мы кормим до 20 собак и до 35-40 котов. Все выехали, вся улица осталась на нас. И мы за ними смотрим, кормим их». Впрочем, даже в таких условиях жители Орехова не опускают рук и собираются высаживать огороды. Люди верят в победу Украины. Продолжение следует...